все время прошло сейчас я запущу да я сразу понятки мне надо конечно считал что я буду летчиком и мне даже выездить ванну я думал что я буду юристом или банкиром тогда я поступил в юридический класс и в сибирскую менеджескую школу бизнеса и пошел учиться на юриста и банкира одновременно но после 10 класса я прошел практику в банке и в суде и я понял что я не буду ни юристом, ни банкиром ну я не могу сказать точно как именно я пришел из него, но я очень определенно это понял это не страшно, я специально делаю предыдущие вот значит вот и в общем в итоге я стал да получил историческое образование начальное и считаю что я работаю по специальности в настоящий момент занимающий историей в общем-то в общем-то в общем-то в общем-то в общем-то в общем-то в разных лет предыдущих и вот анализируя с поскольку я еще там организую обновательные события анализируя с нашими друзьями и партнерами участников школы сценарного предпринимательства ну вот разные там детские проекты возможные мы пришли к выводу что профориентация подростков в нашем городе совершенно никому не интересна ну кроме подростков и отчасти родителей то есть у нас происходит, что это абсолютно свободная ниша вот мы посмотрели на ряд существующих фирм в Москве и Питере есть фирмы, которые будут зарегистрироваться и решили тоже попробовать этот рынок значит поскольку подростки любят играть мы приняли несколько вариантов названия зарегистрировали несколько доменов меньше десяти скажу сразу вот пока меньше десяти и в итоге основались на названии профи геймс значит ну то есть выбирать профессию играя вот такой пример то есть чтобы ребенок в каком-то возрасте мог через такие легкие форматы взаимодействовать с разными профессиональами попробовать ну и понять его наоборот нравится человек не нравится человек вот понятно о чем не понятно о чем вот в этом смысле меня еще очень сильно ну например вдохновила история Артемия Леппио ну у которого в принципе вроде как удачная профориентация да и он вот так рисует эту штуку что он однажды решил стать фотографом пришел к фотографу фотографу да а тут говорит вот тебе пачка сигарет кажется вот фотографирую ее так чтобы мне захотел еще курить и он говорит я и так и так и так ну сам понимаешь что ну вот то есть пачка есть а курить ее неохота я понял что я не буду фотографом вот вот и мне в принципе нравится такая история работы с пачкомом который глядя на человека может понять как тому ну про себя понять его не его да на самом деле в большинстве профессий где мы с мастером умеем делать довольно просто сделать ну то есть есть вот такие исходные компетенции установки какие-то вот и мы хотим вот в разных формах такие встречи ну поустраивать безусловно мы не ориентируемся на массовый рынок но надеемся что свои десять тысяч клиентов в новосибирске есть вот но если десять тысяч клиентов нам хотя бы по тысяче рублей будут приносить в год да на процент так считают ну вроде бы какие-то небольшие деньги получаются да значит вот ну как бы то есть ну такой первичный подчет показал что да привод в среднем ну там не средний чек а средний доход да клиента 1000 рублей то есть приносит они больше а доход с клиента около 1000 рублей да в течении года ну а подростки то есть целевая аудитория примерно там с пятого класса в отдельных случаях даже чуть раньше да ну и да до 11-го в отдельных случаях даже чуть позже но чаще до 11-го все-таки вот ну и вот мы протестировали экскурсии например там на фотостудии оказалось что в принципе взрослых даже интереснее чем подросткам вот а теперь у нас встает на 4 ряд вопросов понятно что сами как сказать профессионалы вовсе не видят во сне как бы к ним пришли к подростке мешать работать вот ну обычно другим вещами занимается мало того даже вот фотостудия ну там вроде бы такой близкий к людям бизнес мы то нашли двух человек которые работая несколько лет до этого никому ничего про свою работу не рассказывали ну то есть человек выходит и работает да не надо ничего рассказывать ну там еще обошлось бюджет вот и мы вот исходя из этого опыта решили сначала зайти из креативных профессий всяких ну там телевизор реклама возможно какая-то да ну пожар не ед слишком креативно пожалуй вот ну вот такие как бы сказать которые на слуху вот в этот ряд идем что-то вот про здоровье может быть связано там и спорт то что детям может быть интересно опять же да вот у нас есть идея хорошую автомастерскую взять ну где дорогие тачки делают реальные такие да вот как бы там от 5 миллионов рублей ну то есть вот пацанок прям так хотелось туда попасть но вдруг тачка идет реально близко посидеть разрешат и значит ну это такой немассовый достаточно седьмяк да то есть это не позволяет выйти на десять тысяч проектов да в дополнение к этому безусловно понимаем что мы устраиваем такую ну поверх этого профконсультант с одной стороны на входе человек может да ну вот у него есть какое-то желание он и поговорил с человеком там прошел пару тестов такое двойное двойное тестирование да и вот у него есть появляется гипотеза на что стоит обратить внимание из того что он хотел что не хотел с другой стороны по итогам уже общение тоже можно протестировать да ну как бы и так и так может быть до и после с разными задачками тестирования вот и но самая главная задача наша это конечно зайти на самое интересное это крупные предприятия например чкалов завод прекрасный завод уже на этом своя система с ней мы еще не говорили на эту тему но поговорим как-то да не знаю насколько она эффективно работает хотя они работают да ну вот нам интересны какие-то крупные предприятия производственные да первичный разговор с людьми которые с ними работают конечно говорят о том что им даже студенты не интересны особенно да ну то есть они все-таки стратегически редко так думают по разным причинам да а у школьники по-равно и вот в этом смысле у нас сейчас как бы такой вызов первый да который ну мы решаем его ну стратегически хотелось бы решить да что вот есть люди которые готовы купить услугу но произвести мы ее можем только в партнерстве да как бы с теми кто не очень заинтересован в этом производстве потому что на их основном процессу мешает деятельности вот значит и мне дико на самом деле важно и интересно понять вот ну знаете ли вы какие-то нормальные конторы ну нормальные то есть которые работают хотя бы на российском уровне конкурентоспособности то есть, хотя бы 4 балла на фланге то есть если меньше 4х на фланге нам не интересно потому что этому не та репутация но если это потребительский рынок то есть, вот с хорошей репутацией на новосибирском рынке с хорошим уровнем конкурентоспособности в идеале международном вот как, минимум, в российском установленном входящих хотя бы кто пять лучше в топ-3 и так далее. Которым вот такая вещь может быть интересна. По самым разным причинам. Возможно, мы на каких-то причинах пока не отдаемимся. А второе, нам интересны в честь таких профконсультантов, которые с нами в партнерстве могут работать, и мы думаем проще к их партнерам. То есть видите, в чем идея, что школа этим не занимается, то есть то, что в школе дело, это немножко другое. Со мной что-то в школе делали, я в итоге сам пошел в библиотеку, сам там брал книги, человек очень знаковая система, человек и еще там, смотрел, пытался понять вот зачем-то. Значит, мы думаем про то, как нам встать на потом. Это вторая задачка. То есть не так, чтобы мы по школам ходили, но это мы можем подстроить, но это такой путь другой, а так, чтобы мы где-то скромно сидели, а к нам вышли люди. Это вот второй вопрос, который меня волнует. Значит, мы с кятром юного зрителя договорились в черне о партнерстве, но вот тут проблема такая, то есть там точно наша аудитория, туда точно школьников автобусами возят, да, как бы все нормально, но все-таки это немножко другая тема, тут не всегда вот это эффективно происходит. С одной стороны, мы не конкурируем даже дополняем, но с другой стороны, люди за другим приезжают совсем не так, что это будет эффективно. Вот нам интересны еще такие площадки, открытые достаточно в сотрудничестве, по причинам, типа театра юного зрителя, где вот эти преды, в нашей церкви, в нашей церкви есть хотя бы несколько форусов людей. Вот, ну, чтобы 10 тысяч, да. Все, буду очень признательно. Передаешь? Да, я передам, как это сделать? Да, я двиню вперед относительно себя. Да, вот это означает, что... Можно сразу. Значит, ну, во-первых... Записывай. Нет, и все. Так, все есть. Важно будет потом это... Попробовать, чтобы привлекать широкую публику. Оглайновую какую-то сделать штуку. Оглайновая штука, которая бы запустить в сеть, и там она санкционировала самоксель. Не факт, что это даст какие-то деньги большие, потому что... 10 тысяч для новостей. 10 тысяч? 10 тысяч в год. Ну, это надо просто считать, сколько денег. При этом еще надо сделать фильтр, что это люди, которые готовы отдать тысячу рублей. То есть это вот... Агром больше? А? Больше. Вот, то есть первый вопрос вообще, вот, хорошо попробовать исследовать рынок. То есть взять какие-то тестовые кейсы и понять, вот эта цифра 10 тысяч человек по тысяче, там, рублей сноса, это вообще реально настолько нет. Потому что бизнес-подель может быть какая-то другая. То есть хорошенько взять, ну, направить один консультант и попробовать для него искать эти вот идей, понять насколько это реально. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, 10 тысяч это нереальная цифра. Мы говорим идеи, только идеи. То есть хорошенько исследовать рынок для того, чтобы понять, насколько это реально. Нет, мы не задаем вопросы. То есть смотри, вопрос ты сформулировал, и у тебя было 10 минут, чтобы сказать все, что нужно сказать. Если ты хочешь дать дополнительную наглодную, то тогда ты издаешь дополнительную наглодную. Есть еще идеи? Автобусами детей везут из деревень. И в деревнях дети более восприимчивые к информации. И в общем посмотреть какие-нибудь экскурсии, посмотреть расписание, когда везут из деревень, из районных центров, и ребятишки, она не настолько избалована всякими зоопарками, тузами и прочими вещами. И будет интересно запрещать. Ну и родители, я думаю, штука-то болит. Есть такая штука обмен дитями между странами. И по вот этой аналогии, если у папы чадо его подросло и в одиннадцатом классе, то соответственно ему очень интересно, чтобы его ребенок определился. И этот папа, наверное, директор на каком-то предприятии. И в этом смысле так бы он не пустил бы школьников к себе, не стал бы заморачиваться. Но если собрать всех пап, директоров предприятий, у которых чадо в одиннадцатом классе, то по взаимному обмену можно с этих чад, ну и соответственно и других тоже, по папам провести. Ну и дальше, то есть как бы вопрос лояльности может быть решен вот таким вот способом. Коррупцией. Коррупцией, да. Обменом. Папской коррупцией. Папская коррупция, да. Закон федерального уровня профориентации детей логировать. Ну, там. Закон или муниципальный, или региональный, или федеральный. Программа. Да, профориентация. В общем, вот бизнес-модель попробовать все-таки составить бизнес-модель. Еще идея. Игра. То есть запустить игру. То есть просто конкретно поставить себе вопрос, как сделать, ну вот этот вот снежный ком. Почему люди будут передавать из уста в уста друг другу, почему-то поискать может быть причину. Почему люди захотят передавать из уста в уста идею про профи-геймс, собственно говоря. Сделать ролик. Но вот все-таки взять объясняшки, в конце концов. И сделать ролик через объясняшки. Потому что вот посмотреть ролик, красивый ролик трехминутный про профи-геймс и про вот это вот. Это может быть интересно, как продвижение и передача. А еще сделать профи-геймс в формате игры Терри. Просто профориентация. Это если человек будет заниматься тем, кто так или иначе связан с его мечтой, то что его прям вдохновляет, прям ребенок. Ну вот так или иначе игра про мечту. То есть дети они так или иначе мечтают больше, чем у нас. И вот это сделать еще в формате игры Терри. Все высшие учебные заведения, средние учебные заведения в той или иной степени имеют отделы, которые занимаются этим. Либо приемные комиссии, либо так и называются профориентационные. Мне кажется, нужно поговорить, допустим, съездить в аэрокосмический колледж и поговорить, что они могут предложить про космонавтов. И вот что касается колледжа и техникума, то там я прогнозирую с очень высокой вероятностью такую заинтересованность. И может быть даже у них уже и готовые программы по каким-то профессиям. И они-то уж точно сидят на попе и не шевелятся. Ждут, пока к ним кто-нибудь придет. А если вы к ним кого-то привезете, то это им будет очень хорошо. Есть еще предложение поисследовать зарубежный опыт, потому что мир он большой и там в зарубежном опыте может быть что-то полезное. Может быть кто-то уже эту тему рыл и что-то нарыл какие-то вещи. Идея продавить на слезу. То есть выбрать те предприятия, которые во фланге, блин, первое там прям самое-самое что ни на есть. Набраться наглости, пробиться до генерального директора, прийти и сказать, директор, ты был пацаном? Ты мечтал вообще? Вот смотри, а у них сейчас этот путь. Ну и, короче, попытаться его вдохновить на помощь через то, что он может помочь молодым людям, школьникам определиться с чем-то. Еще одна идея, сразу в доконку. Истории о том, как я определился по жизни. Краткое видео. То есть находить вот этих знаменитых людей, знаменитых, или в той или в той степени, и брать у них интервью. А вот как ты пришел к ничте? А как ты, как произошло твое профессиональное определение? А что ты чувствовал, через что ты был, и как ты через это прошел? Спасибо. Вот такие ролики, двухминутные ролики. Я знаю, кто у нас классные ролики снимает. Надо вот тыкался. Ролики снимает. Двух-трехминутные. И вот такая может быть, целый видеожурнал может быть, который на самом деле и будет вот таким вот завлекушечкой. А еще идея. Денис прям, вот прям идея не спускается как-то вместе. И мне идея спустилась про то, что составить просто список 100 успешных, 200 успешных, 300 успешных людей, и с ними и со всеми просто встретиться. Это будет, во-первых, обесправивание хороших отношений, просто посмотреть список успешных людей. А успешность – это не довольность. Это, как правило, признак того, что ориентация состоялась. И пригласить их в партнера. И, может быть, они, скорее всего, и на своих предприятиях или где-то это и приведут. И продолжение. То есть, вообще, выйти на них, спросить у них, а потом собрать детей, чтобы они рассказали о себе. Такой рассказ о себе. И вот эта вот фишка, что как профессионал, вот он сказал пачку сфотографировать, а он не смог и через это понял. И задать, а вот какое действие может быть вот такое ясное, простое действие, через которое ребенок может понять ваш профессионализм? То есть, вот прям ему этот вопрос и задать. Задать. И прям ему и задать вызов прям ему. А через какое действие ты, как профессионал, можешь, чтобы другой человек понял, оно вот это твое или не твое? А еще где сделать плату телевизионной, если вы на жопе сидите и ничего не делаете, чтобы люди шли? Значит, это нужно сидеть, иметь свой телевизионный канал. Тут туда загружены ролики от этих 100, 200, 300 успешных. Это короткие ролики по темам, как люди самореализовались, как там профориентировались. И, ну, как бы продавать, ну, просмотры этого канала школам, техникам, институтам, всем кто-то, ну вот, в общем, продавать не тарифку, а продавать подписку. Есть гипотеза о том, что малых, более-меншим человеком, но больше массовостью, сложно вообще захватить. Еще одна идея, она мне не нравится, но я ее скажу, пока музыка жмет. Пока не выскажешь, другая не придет. Есть такие штуки, которые сейчас, вот, типа, по отпечаткам пальцев понимают профпригодность, по отпечаткам радужки, по каким-то исследованиям. Ну, вот, и у нас на одном из телемов была Анна, и она как раз говорила об инструменте, помнишь, когда ты выступал с мечтой? Мы были, а, мы были как раз у этого, у Никиты, у Никиты были, а там была Анна, и она говорила, что она владеет инструментарием, он дико бешеный дорогой какой-то, там, 10 тысяч за определение человека, но такие инструментарии есть, так и значит. Можно посмотреть там. Инструментарий купила, через него можно прогнать на сколько угодно. Не знаю там условий, но, в общем, она очень вдохновенно говорила, что, типа, вот, они делают такую диагностику, после которой человек, там, на 100% понимает, какие его... А, время закончено, да? Да, имеется в виду, что там, какая-то... Там некий опросник, типа, да, то есть, ну, некая психогиагностическая, какая-то, вот, действие, после которого человеку там точно определяют. Как вариант, сочинить некий подобный опросник самостоятельно, использовались в качестве вирусного механизма. Ну, что ж, уважаемый капитан... Вставить в контигру и долл, акулярность и подросток. Твои 20 минут завершились, что было ценного для тебя, вообще, за эти 20 минут? Ну, во-первых, то, что я сформулировал два вопроса. Раз, про автобусы и про заинтересованность потребителей. То, что мне, в итоге, самому пришла одна идея, вот, которая, ну, мне кажется, позволит нам вот этот наш голубой океан открыть здесь. Значит, мне очень понравилось. Сейчас ты пришел к идеям. Держи. А, это вот так вот работает. И вот тут начинается работа. Да. Тебе надо распределить по идеям. По идеям. За деревней. Это было хорошо. За клуб. За... Это вот так вот подкидывали ее. И куда? Она вот так вращается. Нет, нет, нет. Так вот нужно. Тут же техника ценная. Техника ты играл в Чапаева. Много. 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 Значит, клуб керем хорошо. Смотри как. Объяснявки. Смотри, вот так вот. Вот там вот их. Техника мы ее перехватил. Так. За то, чтобы Чикалова взять через авиаколледж. Ты... Чикалова взять через авиаколледж, как он. Вот. Ну вот там. За это же. Так. Ну вот. Список 100-200. И их спросить. Ну, в том числе, да. То есть, на самом деле, я даже чуть не сделал такой стартап. А это за что? Ну, список 100-200. И их же спросить. Вот этот вопрос. А надо спросить, да? И их же спросить. Так. Зарабатывать на подписки. Ну, он, наверное, у Никиты, я не знаю. Вот. Вы тоже что-то говорили? Нет, я пока. Вы ничего не говорили. Но вы внимательно с интересом слушали. Ну что ж, давайте поблагодарим и поддержим капитана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юрий, если у тебя появляются идеи, мы тебя тоже слышим, слушаем. Ну, можно присылать в чат. У меня просьба к тебе. Значит, я, значит, какие-то участки, допустим, разговорок, голоса, то есть от меня не принял смысл. И в конечном итоге у меня как бы разорванная информация получается. Возможно ли немножко четче выступающим как бы излагать, ну, может быть, или тон голоса чуть-чуть попал, чтобы было для меня понятно. Я был бы очень благодарен. Ладно, хорошо.